Ну вот делаем вино бальзам форта, это вот у нас боярка, лимонник китайский, черноплодная рябина, красноплодная рябина, немножко груши и лепестки цветов бархатцы. Вот такое вино у нас получится. Сейчас загоним все эти веса в компьютерную программу и посмотрим сколько нам надо дрожжей, закваски, воды и переработаем вот эти все продукты. Дробить будем их и дрожжи нам не нужны, будем использовать культурное дрожжи, а в частности винную культурную закваску. У меня она осталась, я вишню делал, малину делал черную, смородину делал, там шикарный винный осадок остался, вот мы будем его использовать. Вино будет обычное, легкое, 12 градусов, сахар посмотрим по итогам брожения сколько останется. Нет. Продолжение следует... 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 чтобы хорошо с ягод взяли все полезные микроэлементы и витамины. И потом мне через 7-10 уже поставил на тихое брожение. Так, сейчас перельвем это вино. Эти две бутылочки перельем культурно с узким горлышком. Здесь уже чистый сок, здесь можно переливать с узким горлышком. В бутыле в теплое, в темное помещение. Сейчас добавим сюда сахарку и поставим гидрозатвор. Вот, добавим сахарку. Первую бутылу я уже добавил. Сейчас вот по второму добавил. И поставим гидрозатворчик вот таким вот образом. Ну и не забываем сахар перемешать. Естественно, не забываем. И здесь перемешаем сахарочек тоже. И тоже гидрозатворчик сейчас поставим сюда. Вот гидрозатворчики мы поставили. Сейчас будет удобно отслеживать брожение. Как происходит.